МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Добро пожаловать на новую высокоскоростную и очень рискованную игру, кто хочет стать миллионером, где можно выиграть или проиграть крупные суммы, вплоть до миллиона фунтов, в то время как злые часы будут неумолимо тикать. И если игрок не сломается от напряжения, он получит новую подсказку, но теперь главное время. А мы встречаем первого игрока, Карен Дин из Хайтена, что в Ливерпуле. Вы готовы сыграть? Присаживайтесь. Удачи вам! У Карен Дин четверо детей, две собаки, три африканских ежика, которых она разводит, и боязнь печеных бобов. Карен ортоптист, что значит детский офтальмолог. А в нашем зале сидит слегка испуганный Дэйв, гражданский муж Карен, вот уже семь лет, который не верит, что она сможет выиграть крупную сумму, и думает, что она опозорится. Давайте попробуем доказать, что он не прав. Итак, двенадцать верных ответов, и я выпишу чек на миллион фунтов. Но первые семь вопросов до пятидесяти тысяч придется отвечать за определенное время. Чтобы ответить на первые два вопроса, у Карен будет всего по пятнадцать секунд, так что придется ей напрячь мозги. Вы готовы? Да. Что ж, удачи, Карен. Мы начинаем обновленную игру «Кто хочет стать миллионером». Итак, первый вопрос стоит пятьсот фунтов. Я зачитаю вопрос, и как только появятся варианты, затекают часы, у вас будет всего пятнадцать секунд на ответ. Все понятно? Да. Итак, первый вопрос. Какое сланговое слово означает нечто плохого качества? У вас будет пятнадцать секунд. Простой. Отстой. Застой. Постой. Мой окончательный ответ – отстой. Ответ верный. У вас пятьсот фунтов. Сложно стало, да? Да. А сейчас, Карен, последний шанс уйти ни с чем, но этого не случится, ведь у вас три подсказки. И второй вопрос принесет вам несгораемую тысячу, которую вы точно сможете забрать домой. Какие фигуры нарисованы на коврике для игры в «Твистер»? Звезды, круги, треугольники, полумесяцы. Полегче? Да. Уже полегче. Он же... Нет, он классный ваш партнер Дэйв, но он же... Здоровяк? Да, он крупный, и вы познакомились, когда он был охранником в клубе. Да. Но очень скромный. Да. Вы говорите так, будто это клише. Что, скромный вышибала? Ну, знакомство в клубе, он вышибал, я пьяная, а я была не пьяная. А я и не говорил. Я так на всякий случай. Ясно. Итак, у вас тысячи фунтов. Ясно. Все подсказки целы. Тысяча фунтов уже не сгорит. И теперь у Карен будет 30 секунд на каждый из вопросов, что тоже немного. Да и вопросы будут... Пудель, ответ окончательный. Почему вы так колебались? Потому что в Ливерпуле, если говорят, ты похож на пуделя, это уже оскорбление, знаете? Нет. И я думала, неужто люди прям так друг друга и называют? Да, называют. Это у вас две тысячи фунтов. Пуделек. Вот объясните. Вы ортоптист? Да. И вы пошли в офтальмологи, потому что любили заглядывать в глубину глаз? Да, я люблю смотреть в глаза и видеть там всякую гадость. Но вот что странно, вы спокойно заглядываете людям в больные глаза, но боитесь печеных бобов. Как так? Печеные бобы двигаются. Как и человеческие глаза. Нет, нет. Бобы шевелятся, как опарыши в куче. Фу, я как-то раз мыла посуду и случайно раздавила один пальцами, и стало так гадко. Вы про глаза? Да нет. Простите, запутался. Боб, фасоль. Так мерзко, что даже сейчас, старшник. Вы странный человек, но у вас две тысячи фунтов. Вы сохранили все подсказки, и вам четыре шага до пятидесяти тысяч. Если вы играете пятьдесят тысяч, получите новую подсказку. Ясно. Итак, четвертый вопрос на пять тысяч фунтов. У вас тридцать секунд на ответ. Воспалением какого органа является гепатит? Тридцать секунд. Почек, печень и сердце, мозга. Я уверена, это печень. Уверена, что печень. Я скажу, печень. Ответ окончательный. Не почки? Нет. И не сердце? Точно не сердце. Ответ верный. У вас пять тысяч. С нами играет Карен, которая, на удивление Дэвиду, неплохо играет. Она уже выиграла пять тысяч, не потратив ни одной подсказки. Все хорошо? Да. Вы спокойны? Да, да. Ясно. А сейчас пятый вопрос. Можно удвоить деньги, и у вас будет всего тридцать секунд на ответ. Кто спел первую строчку из песни «Всем бывает больно» во время сбора средств для помощи Гаити в 2010 году? Тридцать секунд пошли. Шэрил Кол, Джеймс Блант, Леона Льюис, Гарри Барлоу. Я не знаю ответы, наверное, спрошу у зала. Секундомер остановился на 19 секундах. Зал, возьмите пульты, пожалуйста. Вот ваш вопрос на 10 тысяч. Первая подсказка, Карен. Кто спел первую строчку из песни «Всем бывает больно» во время сбора средств для помощи Гаити в 2010 году? Кнопка А. Шэрил Кол, Б. Джеймс Блант, С. Леона Льюис, Д. Гарри Барлоу. А, Б, С или Д. Голосуем. 3% за Шэрил Кол, 8% за Джеймса Бланта, 66% за Леону Льюис, 23% за Гарри Барлоу. Запускаем секундомер. Я, кстати, так и думала. И мой окончательный ответ – Леона Льюис. Я так и думала, я так и думала. Ответ верный. У вас 10 тысяч. Итак, у вас 10 тысяч. Хорошо. Да. А на какую сумму вы нацелились? На 50 тысяч. Получится? Я надеюсь. Надеюсь. Да. У вас 10 тысяч. Постарайтесь не спешить. У вас еще два вопроса на время и две подсказки. 50 на 50 и звонок другу. Напоминаю, Карен, если ответите неверно, потеряете 9 тысяч фунтов. Ясно? Да. Итак, шестой вопрос. Вы можете удвоить выигрыш до 20 тысяч. Мировой кубок в каком виде спорта разыгрывают в тот же год, когда идут игры Содружества? Время пошло. Крикет, Лига Рэгби, Футбол, Союз Рэгби. Я не знаю, поэтому выберу звонок другу. Ладно, стоп, секундомер, звоним другу. Итак, давайте посмотрим, как выглядят ваши друзья. Первая Анна, судя по всему, очень довольная жизнью. Затем Морин и Мел, который вообще не прислал фотографию. Да. И кому из них звоним? Не думаю, что Анна или Морин знают. Давайте звонить Мелу. Ладно, звоним Мелу. Откуда вы его знаете? Мел, отец моей подруги Джейн. Он умный человек? Она говорит, да, а я лично не знаю. Так вы не знакомы? И не встречались? Да нет, даже не разговаривали. Его нет дома. Алло. Мел. Да? Это Крис Таррент, как дела? Хорошо, Крис, как у вас? Нормально. А мы тут играем в «Кто хочет стать миллионером?» Не подумайте, что я звоню просто так. Передо мной сидит Карен, которая почему-то думает, что вы знаете ответ на следующий вопрос. Хоть вы не знаете даже, кто она такая. Как я понимаю. Да, ясно. Да, ясно? Да. Итак, удачи. Сейчас вы услышите Карен, хоть и не знаете, она это или нет. У вас будет 30 секунд, она задаст вопрос и даст варианты ответа. Один из которых стоит 20 тысяч. Дело серьезное. Все ясно. Что ж, удачи, Карен. Время пошло. Мировой кубок в каком виде спорта разыгрывают в тот же год, когда идут игры со дружества? Крикет, Лига Рэгби, Футбол или Союз Рэгби? Когда идет мировой кубок? В тот же год, когда игры со дружества. Какой ответ? Крикет, Лига Рэгби, Футбол или Союз Рэгби? Даже не знаю. Точно не футбол. Что еще, Мел? Нет, я не знаю. Хороший выбор. Да, это точно. Запускаем время. Я возьму 50 на 50. Ладно, остановить время. Компьютер, уберите два неверных варианта, оставив Карен один верный и один неверный. Так, ясно. Он сказал мне футбол. Время пошло. Он сказал, это не футбол. И мой окончательный ответ, Лига Рэгби. Вы же его не знали. Ну и что? Я и ответ не знала. А как же 10 тысяч? Ничего. Ответ неверный. Вы проиграли 9 тысяч, Карен. Знаю. Надо было брать другого. Но вы пришли к нам, хорошо провели время и забираете тысячу. Да. И особый подарок. Ведь мы такие. Любим заботиться о людях. И так у вас в тысячах. А что? Что? От всей нашей студии. Она возьмет бабы в руки. Аплодисменты. Она уходит. Спасибо за игру. Но вам пора. Она забирает тысячу фунтов. Аплодисменты. Бедная Карен вернулась к одной тысяче. Посмотрим, как повезет второму игроку. Приветствуем следующего претендента на миллион. Дэйв Уолтерс из Шеффилда в подъюзном Йоркшире. Вижу, вы сосредоточены. Готовы к игре? Да. Присаживайтесь. Дэйв Уолтерс, бывший пожарный. Он недавно вышел на пенсию и теперь весь день заботится о 20-летнем парне с синдромом Дауна. Когда Дэйв был пожарным, в нем разожгла огонь страсти молодая коллега из диспетчерской. Ее зовут Сара, и они женаты уже 7 лет. Итак, у нас снова 12 вопросов. Первые 7 из которых будут на время. 1 миллион фунтов и по 15 секунд на первые 2 вопроса. Звучит очень просто. Удачи, Дэйв. Мы начинаем игру «Кто хочет стать миллионером?» Итак, я задаю вопрос, и как только появятся варианты, пойдет время, и у вас будет 15 секунд на ответ. Слушаем. Первый вопрос. Именем какого животного называют свист, выражающий восхищение? 15 секунд. Волка, антилопы, гну, кита или вомбата? Мой окончательный ответ – волка. Не антилопы? Точно нет. Вы правы, у вас 500 фунтов. Дэйв, вырождены для этой игры. Так мне сказали. А вот и второй вопрос. К какому из природных явлений относится слово «метель»? Время пошло. Солнце, снег, изморозь, туман. Метель бывает из снега. Ответ окончательный. У вас одна тысяча. Отлично, Дэйв. Вы были так спокойны, когда зашли. Но под спокойной внешностью бушуют эмоции. Ну да. А сколько вы работали пожарным? 30 лет. Женщины сходили с ума, когда видели вас? Да, когда я был в форме, а в обычной одежде нет. Давайте поговорим о том парне Джордане. Да. Раньше вы помогали ему, когда могли. А теперь забудетесь о нем целый день. Да, я заботюсь с понедельника по пятницу. Я забираю его после обеда и привожу к нам. Там долго рассказывать. Его мать умерла от рака. В прошлом июне ей было 47. Мы близко дружили. Я вышел на пенсию, а его отец ездил на неделю работать в Шотландию. А в этом году ездит в Ирландию. Поэтому мы забираем его сына к себе. Мы с ним очень, очень близки. Но Дебби уже нет, а Пол остался нашим близким другом. И я знаю, что будь мы в такой же ситуации, они сделали бы для нас то же самое. И я делаю это с превеликой радостью. Дэйв, мы приготовили вам сюрприз. Кое-кто хочет пожелать вам удачи на нашей игре. Посмотрите вон на тот монитор. Привет, Дэйв. Прости, что не смогла приехать с тобой на игру. Удачи. Я уверена, ты сможешь выиграть много денег, и я тоже смогу уйти на пенсию. А я закрою кредит. Удачи. Да. Прошу вас, храни Господь вас, вы хороший человек, Дэйв. Это вы вчера снимали? Это была ваша жена Сара. Ваша дочь и тот самый Джордан. А я-то думал, что меня жена вчера выгнала, а сама так разоделась. Женщины хитрые в создании, Дэйв. Итак, третий вопрос и 2000 фунтов. Дэйв, у вас будет 30 секунд на каждый ответ, но вопросы станут сложнее. Слушаем третий вопрос. Действие какого сериала происходит в медцентре на Розмунд-стрит? 30 секунд. Из тендеры, улица Коронации, соседи Холиокс. Улица Коронации, ответ окончательный. Вы что, смотрите сериалы? Конечно, не все, но некоторые смотрю. Холиокс, не смотрите? Нет. Ответ верный, у вас 2000. Итак, у вас 2000 фунтов. Спасибо. Вы в четырех шагах от 50 тысяч, и все подсказки целы. На четвертый вопрос надо ответить за 30 секунд. Абсолютным чемпионом в каком виде спорта впервые в Британии стал 15-летний Том Дэйли в 2009 году. 30 секунд. Ныряние, свертование, плавание, триатлон. Ныряние, ответ окончательный. Да не спешите, Дэйв. Перестану на сложных вопросах. Что ж, ответ верный, у вас 5000. Сколько у вас детей? Двое своих и две патчи. А еще Джордан. И Джордан, да. Это сложно? Остальным сложно общаться с Джорданом? Нет, совсем нет. Джеймс вообще видел Джордана всего пару ран, он живет в Донкастере. И сам уже взрослый, Джеймсу 29. А Эмили и Изабель, дочери Сары, выросли с Джорданом, и он для них как брат. Я же говорю, мы очень дружим с его семьей. Это прекрасно, замечательная история. Я хочу, чтобы у нее был счастливый конец, раз вы здесь. Я постараюсь дать вам денег. У вас 5000, и целом все подсказки. А у нас пятый вопрос на 10 тысяч фунтов. Можно удвоить выигрыш. Каким существом является Флоренс из серии книг про Гарри Поттера? Дракон, Кентавр, Феникс, Сова. Я, наверное, спрошу у Зала. Пожалуйста. Зал, возьмите пульты. Дэйв берет первую подсказку. И вот такой вопрос. Каким существом является Флоренс из серии книг про Гарри Поттера? Кнопка А. Дракон, Б, Кентавр, С, Феникс, Д, Сова. Голосуем. 22% за Дракона, 19% за Кентавра, 23% за Хеникса, 36% за Саву. Слабая помощь. Время пошло. Кажется, я знаю, кто это может быть. Можно 50 на 50? Конечно, время. Стоп, компьютер, уберите. Два неверных варианта, оставив Дэйву один верный, один неверный. Остались Кентавр и Феникс. Запустить время. Кентавр, ответ окончательный. Всего 19% за Кентавра, а за Феникса 23%, но... 36% было за Саву. И, может, не правы всех. Почему именно Кентавр? Просто в голову пришло, и кажется, там был всего один Феникс. И вряд ли у него было имя, он же просто Феникс. Вот так? А этот вроде жил в лесу, в которой Кентавр. Думаете, вы правы? Я, может, скажу глупость, но да, я прав. Вы правы, и 10 тысяч ваши. Все сложнее и сложнее. Теперь Дэйв в двух шагах от спасительных 50 тысяч, и у него остался звонок другу. Не переключайтесь. Итак, у Дэйва уже 10 тысяч, но последний вопрос отнял у него две подсказки. Дэйв, как самочувствие? Какой-то вы... ...забитый. Да, согласен. Но ничего, прорвусь. Куда? Куда прорвусь? Как минимум до 50 тысяч. У меня очень умные друзья для последней подсказки. Ладно, у вас 10 тысяч, а шестой вопрос стоит 20. Не забывайте про звонок другу. Итак, вопросы 30 секунд. Под каким именем была известна жена президента Америки Никсона? Время. Луиза, Летисия, Фрэнсис, Патриция. Патриция, ответ окончательный. Я проиграл. Почему долго думали? Я прогонял другие имена в уме и вспоминал. Вроде же, мы звали Пат Никсона, значит, Патриция. Я проиграл. Могли позвонить другу? Да, мог. Но я не знал, кто из них мог знать ответ. Дэйв, что? Молчите. Вы выиграли 20 тысяч. Молодец. Итак, у вас 20 тысяч фунтов. Вы можете забрать эту сумму, позвонить другу и все равно забрать, если ответ не устроит. Вы должны принять решение за 30 секунд. Вы в одном шаге от 20 тысяч до несгораемых 50, если ответите верно, но вы потеряете 19 тысяч, если ошибетесь. Итак, седьмой вопрос. Какой элемент составляет большую часть веса человека? 30 секунд. Кислород, азот и натрий, углерод. Я звоню другу. Время стоп. Кому будем звонить? У вас трое друзей на выбор. Какие они смешные, да? А, я вижу Сару посередине. Сара не любит фотографироваться, а это фото с... Мы оба были разженены и женились в регистрационном офисе. А наш брак был освящен в одной из церквей. Вот это фото как раз от Тонкина. И Сара очень счастлива. Она рада, потому что меня нет в кадре. Да, видимо так. Саймон похож на Ронни Баркера. Есть такое. Нет, Саймон скорее как Оливер Ритт. Это брат Сары. Кому звоним, может, Аллану? Да, лучше Аллану. Ладно, кем он работает? Аллан, ваш выбор звонка другу. Раньше он был школьным дворником, а сейчас он завхоз в начальной школе Донкастера. Итак, звоним Аллану, задаем вопрос, задаем варианты. Сказать, что вопрос на 50 тысяч? Нет, просто скажите, что все хорошо, а то он начнет нервничать. Ладно. Алло? Аллан? Да. Крис Таррент, как дела? Спасибо, неплохо. Передо мной сидит Дэйв. И неплохо играет. Так. Но застрял на вопросе и говорит, что вы должны знать ответ. Понял. Ясно? Да. Удача, Аллан. Сейчас будет говорить Дэйв. Он задаст вопрос и даст четыре варианта ответа. Понятно? Да, спасибо. Удачи, Дэйв. Это для вас, вашей семьи и Джордана. Время пошло. Алл, какой элемент составляет большую часть веса человека? Кислород, азот, натрий или углерод? Может быть углерод, Дэйв, но я не уверен. Повторял. Углерод? Мне кажется, углерод, но я не совсем уверен. Ясно. Осталось шесть секунд. Дэйв. Я не уверен. Время пошло, у вас семнадцать секунд. Я бы сказал, вода. Надеюсь, мой друг не ошибся. Углерод окончательный ответ. Ему будет очень стыдно, да? Вы могли взять деньги. Да, мог. Дэйв. Вы потеряли девятнадцать тысяч. Кислород. Верный ответ, кислород. О, Дэйв. Ну, хоть тысячу за полдня заработал. Да, с вами не поспоришь. Но я думал, все будет хорошо. Я так хотел, чтобы вы выиграли. Аплодисмент, он забирает тысячу фунтов. Сочувствую, друг. Ничего. Держитесь. Одна тысяча фунтов. Тяжко, тяжко. Бывший пожарный Дэйв потерял все, кроме тысячи. А значит, мы встречаем Кейт Браун из города Честерле-Стрит, что в графстве Даррен. Добро пожаловать, Кейт. Вижу, вы очень рады. Да. Прошу, устраивайтесь поудобнее. Спасибо. Итак, начнем. Кейт Браун, менеджер по развитию благотворительного фонда, собирающего деньги на социальные проекты. В университете Кейт изучала географию, обожает путешествовать по миру. Говорит, даже 80 лет будет ездить с рюкзаком. В зале за нее болеет мамочка Майги, которая очень горда за дочь, и которая не сдержалась и выдала секрет, что Кейт приедет к нам почти всем жителям градства Даррен. 12 вопросов, первые 7 на время, 3 подсказки, по 15 секунд на 2 первых вопроса. Удачи, Кейт, мы начинаем новую игру. Кто хочет стать миллионером? Итак, у нас первый вопрос на 500 фунтов. Про симпатичных людей говорят, что они радуют... Что? Время? Нос? Глаз? Ухо? Рот? Глаз. Ответ окончательный. Отлично, Кейт Браун, у вас 500 фунтов. У вас 500 фунтов и последняя возможность уйти ни с чем, но этого не случится. И второй вопрос даст вам несгораемую тысячу. У вас 15 секунд и все три подсказки. Какой певец знаменит лунной походкой? Время пошло. Барри Манилов, принц, Билли Джоэл, Майкл Джексон. Майкл Джексон, ответ окончательный. И верный, у вас 500 фунтов. Как самочувствие, Кейт? Нервничаю. На время играть тяжело, правда? Очень. Но я рада, что уже прошла тысячу. Теперь будет 30 секунд на каждый ответ. А захотите взять подсказку, остановим часы. Итак, у нас третий вопрос и 2000 фунтов. С чем из этого больше всего ассоциируется производитель Хорн-Би? 30 секунд. Плюшевые мешки, солдатики, модельки железных дорог, лошади-качалки. Уверен, это железные дороги. Да, окончательный ответ – железные дороги. Откуда вы знаете? На всех модельках написан «производитель». У вас есть игрушечная железная дорога? Нет. А когда в последний раз видели ее? Давненько. И там было написано «Хорн-Би»? Надеюсь. У Фила Коллинса огромная игрушечная дорога, и на ней написано «Хорн-Би». «Хорн-Би» – у вас 2000. Вы четыре раза были в авариях, но лишь один по своей вине. Да, это чистая правда. Не сомневаюсь. Но моя была хуже остальных. А что случилось? Я въехала кому-то взад. Так вы ходячая неприятность? Да, со мной всякое случается. Я хочу, чтобы вы сегодня много выиграли. И я тоже. У вас 2000 фунтов, но я хочу, чтобы стало намного больше. Еще четыре вопроса на время, и вы получите 50 тысяч. А затем, надеюсь, в игре наступит спокойствие. Итак, четвертый вопрос на 5000, и у вас 30 секунд. В каком органе тела находится конъюнктива? Время пошло. Глаз, ухо, сердце, печень. Конъюнктивит – глазная болезнь. А значит, все очевидно, но я впервые слышу слово «конъюнктива». Конъюнктива. Глаз. Вы сказали, если много выиграете, а у вас на это есть все шансы, ведь есть все подсказки, вы свозите всю семью в Канаду? Да. Почему? В прошлом ноябре умер мой отец, и он часто ездил в Канаду, ему там нравилось. И папа хотел свозить туда маму на 60-летие. Вот я и хочу выиграть столько, чтобы она смогла туда слетать. И может, на нас с сестрой тоже хватит. Я тоже хочу, чтобы вы слетали. Там хорошая страна и хорошие люди. Что ж, Кейт, вам надо выигрывать больше. Сейчас всего пять тысяч. Главное, не проиграйте, ладно? Будьте смелы, но не слишком. У вас пять тысяч, и можно удвоить выигрыш. Не забывайте о подсказках. Итак, вопросы 30 секунд. Что из этого десерт-мороженое? Время. Тортилья, тортеллини, тортони, торнедос. Кажется, тортони. Но я не знаю, что такое торнедос. И... Можно 50 на 50? Да, стоп, часы. Компьютер, уберите два неверных варианта, оставив Кейт один верный, один неверный. Время пошло. Мой окончательный ответ – тортони. Не пробовали? Нет. И как узнали ответ? Методом исключения. Надеюсь, я права. Правы, десять тысяч ваши. Вкусная штука. В них добавляют спиртное и украшают миндален. Съешь пару десертов, и лык не вяжешь. У вас десять тысяч. До пятидесяти всего два шага, и вы можете позвонить другу или спросить в зал. Шестой вопрос стоит двадцать тысяч, но, Кейт, если ошибетесь, вы потеряете девять тысяч фунтов. Ясно? Несгораемая. Сейчас. Только одна тысяча. Итак, шестой вопрос, и можно удвоить выигрыш. Какой теннисист выиграл открытый чемпионат Австралии в 2010 году? 30 секунд. Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Энди Марэй, Новак Джокович. Там были Марди, то есть Марэй и Федерер в финале. Уверенно, выиграл Федерер. Роджер Федерер. Ответ окончательный. Ваша мама, сидящая в зале с пультом, думает, что верный ответ Рафаэль Надаль. О, Боже. Спокойно. Мама на вас все смотрят. Но Роджер Федерер верный ответ. У вас двадцать тысяч. Федерер победил Марэй в финале, а Марэй победил Надаля, которого выбрала ваша мама. Итак, на данный момент ситуация такова. У Кейт Браун двадцать тысяч, и она в одном шаге от пятидесяти. Ей остался один вопрос на время, и у нее еще две подсказки. Не переключайтесь. Вы смотрите заключительную часть игры «Кто хочет стать миллионером». Кейт Браун уже выиграла двадцать тысяч фунтов, потратив всего одну подсказку. Это неплохая позиция. Седьмой вопрос стоит пятьдесят тысяч, и у вас две подсказки. Можете использовать его две, если надо, и все равно забрать деньги. Да. Итак, у вас тридцать секунд. И вот вопрос. Приквелом к какому ситкому была комедийная драма «Рок и чипсы»? Четыре варианта. «Дуракам везет», «Бабье лето», «Одной ногой в могиле», «Птицы одного полета». Я знаю, это «Дуракам везет». Сама не смотрела, но это «Дуракам везет». Ответ окончательный. Уверена? Да. Точно-точно уверена? Да. Вы потеряете девятнадцать тысяч, если ошибетесь. Очень сомневаюсь. Вижу, вы загордились собой, Кейт, верно? Умница! Вы выиграли пятьдесят тысяч фунтов! Ура! Ура! Наконец дождались! Я сам перенервничал! Надо успокоиться! Вот! Держите! Это минимальная сумма. Берите! Руки дрожат? Не хочу упасть с кресла! Ух ты! Это минимальная сумма, которую вы заберете. Но у вас еще две подсказки. Ограничений по времени нет, и вы заработали новую подсказку. До миллиона вам осталось пять вопросов. Если вам не понравится следующий вопрос, его заменят. И может случиться, что будет намного легче. Да. Восьмой вопрос стоит семьдесят пять тысяч. Вы можете спросить в зал, позвонить другу и заменить непонравившийся вопрос. Какой персонаж является миллиардером-разработчиком видеоигр в современной версии игры «Улика»? Диана Вайт, Джейкоб Грин, Элеонор Пикокк Виктор Пламм И хочу сказать, думайте сколько угодно. Ответа я не знаю. И вряд ли Виктор Пламм. Если бы вы так сказали, вы бы потратили подсказку напрасно, потому что это Виктор Пламм. Итак, нет ответа, «Канет в лету». Фразочка Брюса Фурсайта. Аэропорт какой страны был переименован в честь матери Терезы в 2002 году? Болгарии, Албании, Австрии, Румынии. Прошлый вам не понравился. Это тоже не очень. Я не знаю. У вас две подсказки. Почему-то Албания и Румыния как-то больше нравятся. И я думаю, спросить у зала или позвонить другу. Думаю, один друг может знать. Но... Но не зря ли я потрачу подсказки? Можно спросить у зала, Крис? Конечно, можно. Зал, дело серьезное. Вопрос на 75 тысяч фунтов. Аэропорт какой страны был переименован в честь матери Терезы в 2002 году? Кнопка А. Болгарии, Б. Албании, С. Австрии, Д. Румынии, А, Б, С или Д. Голосуем. 7% за Болгарию, 36% за Албанию, 13% за Австрию, 344 за Румынию. Что делаем? У вас 50 тысяч, и можно позвонить другу. А может просто выбрать из вариантов? Ведь я так и думала. Но тогда я буду выбирать, рискуя. Да? А если позвоню другу, понятно, что ничего не потеряю. Да, 50 тысяч не сгорят. Только звонок другу потрачу. Хотите сказать, что бережете звонок на потом? Нет, нет. Я беру звонок другу. Хорошо, у вас три кандидата. Есть Дэйв, который, похоже, молится за вас. Есть Барбара и Аллан. Я выбираю Аллана. Ладно, кто он? Друг нашей семьи. Звоним Аллану. Сказать, что вопрос на 75 тысяч? Нет. Не надо? Нет. Думаете, испугается? Да. Ладно, я просто скажу, что вы молодец. Алло. Аллан. Здравствуйте. Здравствуйте. Крис, Таррент, как дела? Неплохо, рад вас слышать. Аллан, у нас тут серьезные дела. Напротив меня сидит Кейт и неплохо играет. Но застряла на одном вопросе и думает, что вы можете знать ответ и стать ее лучшим другом. Надеюсь. Ладно, сейчас вы услышите, Кейт. Она задаст вопрос и даст варианты, один из которых будет верным. У нее 30 секунд. Ясно? Ясно. Итак, удачи, Кейт. Ваше время пошло. Привет, Аллан. Аэропорт какой страны был переименован в честь матери Терезы в 2002 году? Болгарии, Албании, Австрии или Румынии? Повтори вопрос. Аэропорт какой страны был переименован в честь матери Терезы в 2002 году? У нас 10 секунд. Я думаю, это Албания, ведь там она родилась, но я не уверен. Повтори еще раз страны. Нет времени. Спасибо. Ладно. Ну, что делаем? Я отвечу, как Аллан. Все равно ничего не потеряю, так что выберу Албанию. Ответ окончательный. А не Румынию, как думало большинство зала. Как думал самый большой процент зала. Вы же и сами думали, что это Румыния. Я не была уверена. Вы выиграли 75 тысяч фунтов. Вы просто отлично играете. На русский язык программа озвучена компанией VideoFilm TV по заказу телекомпании Stream в 2012 году. Поехали. КОФОНу КОФОННЙ Martin